Диалог продолжает свою работу и рядом со мной Илья Якубсон. Илья, здравствуйте. Добрый день. Год назад, чуть больше года назад мы с вами встречались, когда в вашей сети было 29 магазинов. Сколько сейчас? 419. Те планы, которые вы ставили для себя, вы действительно как бы исполняете довольно активно. То есть до конца года у вас по планам? 500 плюс магазинов. Такие цифры очень быстро. Вот можете ли вы сказать, что это результат все-таки вашей стратегии или еще и сложившиеся обстоятельства в какой-то мере вам помогают активно развивать этот формат дискаунтер? Однозначно это стратегия. Есть стратегическая цель, мы идем к этой цели. Мы хотим, чтобы через несколько лет у нас было 3000 магазинов. Мы хотим быть, так скажем, лидером сегмента жестких дискаунтеров и на это направлены все наши действия. Когда я захожу в ваши магазины, для меня жестким дискаунтером не кажется. Мне кажется, обычный дискаунтер с узкой матрицей. В вашем случае почему вы все-таки называете жесткий дискаунтер? В России сложился такой стереотип, что дискаунтер это, так скажем, магазин с очень низким качеством инфраструктуры, с плохим освещением, далеко не чистым полом, с старым каким-то изношенным оборудованием. А на самом деле дискаунтер это магазин, который дает принципиально другой уровень соотношения цены и качества. Мы делаем магазин, как я в прошлом году говорил, не для униженных, раскорбленных, а для людей, которые хотят быть рациональными, которые не хотят переплачивать, которые хотят покупать высокое качество от брендов по значительно более низкой цене. Поэтому, да, наш магазин современный, веселый, светлый, и дальше будем двигаться в этом же направлении. А когда мы говорим, что он жесткий, мы подразумеваем, что в нем на одну потребность одной из каю, мы подразумеваем, что, так скажем, широта и глубина ассортимента невысокие, но при этом мы даем наилучшее соотношение цены и качества на тот уровень качества, который есть на сегодняшний день на рынке. А ту стратегию, которую разработали в прошлом году и которую активно реализовывают и сейчас, она как-то скорректирована или, ну вот именно как строить магазины, что-то поменялось, не поменялось, ну, все-таки уже почти 500 магазинов. Какие-то тактические изменения, в том числе и в магазин, вносятся, но со стратегической точки зрения это тот же магазин, что было год назад. Сейчас самые дальние объекты, где вы открыли уже? В этом году мы вышли на Урал, мы открылись сначала в Уфе, в августе месяце мы открылись в Екатеринбурге, Челябинске, Перми. Вот, пожалуй, на сегодняшний день это самые дальние рубежи, куда мы дошли. Как восприятие покупателей, мы очень довольны, очень много позитивной обратной связи от покупателей. Это при том, что всего три-три с половиной месяца, как первые наши магазины распахнули там свои двери. Вот, еще очень многое предстоит сделать, предстоит локализовать частные марки наши собственные, вот, в этих регионах. Но, тем не менее, уже на сегодняшний момент мы чувствуем себя очень там хорошо. А с точки зрения выбора локации, выбора места, где вы сейчас, вы как-то реагируете в том числе и на просьбу покупателей. Есть ли такой пример? Ну, конечно, мы идем за покупателями. Мы открываем магазины там, где густонаселенные районы города, городов, районных центров. Соответственно, нам нужен покупатель. Ну, здесь я должна отметить, что как раз на годовой давности видеоинтервью с Ильей как раз очень много таких отзывов хотим, чтобы открыли чижик у нас рядом в нашем городе. Это для меня было несколько удивлением. Я как раз готовилась к интервью и увидела, что такие комментарии, это, конечно, здорово понимать, когда такую обратную связь мы слышим. Вот, все-таки, с какими сложными вы сейчас встречаетесь при таком интенсивном росте, особенно накладывая тот кризис, который мы там очередной раз переживаем, все-таки оборудование немножко по-другому стало приходить. Можете обозначить, какие сложности сейчас встречаете и как вы справляетесь с ним? Вы знаете, проект достаточно большой. То есть, мы в этом году должны открыть больше 400 магазинов и такой рост с маленькой базой. На начало года их было 70, и то они были открыты в ноябре, как вы помните, в декабре прошлого года. Поэтому количество каких-то сложностей, которые мы встречаем, оно действительно большое. Это не только выбор локации, за которой идет конкуренция со стороны всех участников рынка. Это не только там нехватка оборудования, которое имеет место быть на рынке. Но это, прежде всего, все проблемы связаны со формированием ДНК команды, набором людей, обучением этих людей. Потому что то, что мы делаем, очень сильно отличается от всего, что есть на рынке. Это другая философия, это другая, так скажем, психология, другая идеология, что мы делаем на сегодняшний день. Соответственно, конечно, решить весь этот пласт вопросов, пласт проблем – это серьезный челлендж. Представляете, вот мы в этом году вышли, включается в следующие регионы. Я уже назвал Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Тверская, Тульская, Владимирская область. А в следующем году мы должны выйти в 14 субъектов федерации. Что это значит? Надо подготовить 14 команд. Нужно открыть в каждом регионе собственный склад. Нужно подготовить команду людей, тех, кто будет управлять этим складом. Это абсолютно другая технология. Это такая собственная технология чижика. Соответственно, сделать такой огромный роллаут – это серьезный челлендж. С другой стороны, мы имеем команду людей, заряженных на успех. Мы имеем безумную поддержку со стороны X5 Retail Group, со стороны акционеров. Имеем все ресурсы для того, чтобы его реализовывать. Вообще нам очень повезло. Представляете, мы делаем, с одной стороны, стартап, а с другой стороны, мы имеем великолепную ресурсную базу для того, чтобы его реализовывать. И все это в то время, когда кто-то сокращает свой бизнес, кто-то занимается чисто оптимизацией своего бизнеса, а мы имеем возможность безумными темпами этот бизнес наращивать. – Фактически дискаунтер как тренд, вы его сейчас осветлали? – Я бы сказал, что мы его создаем. Тренд. – Причем, да, вот таких современных, свежих, крутых и так далее. Тема СТМ. В прошлом году у вас доля брендов, доля СТМ была где-то равнозначна в каких-то моментах. Сейчас как обстоят дела с СТМ и какова доля сейчас таких товаров в Чижике и какие планы? – Сейчас это порядка 40 с лишним процентов в нашем ассортименте. На конец следующего года мы надеемся, что это будет на уровне 60-70%. – А вот те заявленные ранее зонтики брендов, ну вот количество брендов СТМ, оно остается или вы все-таки сокращаетесь? – Нет, у нас изначально было 24 зонтичных бренда и их количество будет расти. – То есть, скажем, даже в текущих условиях вы считаете правильным сохранять, не сокращать, а наоборот только расширять количество? – Вы знаете, мы видим безумную перспективу в развитии собственных брендов. Для нас это основной, так скажем, драйвер не только прибыльности, но и прежде всего дифференциации. То есть, мы хотим, чтобы в наш магазин потребитель приходил не потому, что здесь самая низкая цена, или не только потому, что здесь самая низкая цена, а потому что только здесь он может купить молочные продукты Светаева или влажные салфетки для детей ТАФа. Вот для нас очень важно сделать продукт такой, чтобы он был реально брендом. Через какое-то время покупатель даже не будет различать, что продукт на полке в Чижике – это продукт другого производителя, чем он видел по телевизору. Вот в этом наша очень серьезная и сложная задача. – А если мы говорим про СТМ, в данном случае коммуникация только в магазине, или вы более широкую хотите коммуникацию делать, в том числе через активный маркетинг? – Пока мы используем те ресурсы, что имеем. Это, прежде всего, сам товар и, соответственно, полка в нашем магазине. А дальше, я думаю, что со временем мы будем использовать все те же средства развития популярности брендов, какие используют производители стандартных брендовых товаров. – У вас такой слайд, ваша презентация сегодня была. Если вы хотите работать с нами, отправьте предложение и не ждите ответа. Вот как сегодня выстраивается взаимодействие с поставщиками? Или легко ли поставщику выйти на работу в Чижик? Ну, в смысле, начать работать с вами? И как выстроен процесс поиска новых партнеров? Все-таки, когда у вас один из СКЮ закрывающаяся потребность… – Поэтому нам очень важно, чтобы тот поставщик, который у нас будет, это был действительно поставщик достойного высокого уровня. Попасть к нам на полку и сложно, и не сложно одновременно. Нам предложение о сотрудничестве нужно отправить на портал поставщиков X5, после чего мы понимаем, что за товар в какой категории производит. После этого он будет получать рассылки о проводимых конкурсах на производство данного вида продукции. То есть мы решили поменять поставщика или мы решили выпустить дополнительное СКЮ. Мы будем информировать всех, кто находится в панели поставщиков для данного товара. А дальше, соответственно, это конкурс, это слепые тесты, в которых участвует большое количество людей. Тесты проводят Нечижек, проводят профессиональные специализированные маркетинговые агентства. Наша задача – получить, скажем, реально собственный бренд очень высокого уровня качества. Это такая серьезная, так скажем, цепочка различных испытаний, которые в конечном итоге приводят к правильному выбору поставщика и продукта. – Вот в вашем случае, если мы говорим опять же про СТМ, поставщиков, конкретную позицию делает несколько партнеров или, ну, не знаю, те же салфетки, или это может делать абсолютно разные компании? – По мере роста бизнеса будет несколько поставщиков на каждой СКЮ. Это связано в том числе с тем, что мы работаем на очень большой географии. Российская Федерация с точки зрения географии – это даже не Европа, это больше. Соответственно, продукт, который мы продаем на Урале, везти туда несколько тысяч километров – это в том числе очень дорого. – Ну да, в рамках экспедиции «Рител» мы однозначно посмотрели от Урала до Дальнего Востока, насколько большие географические территории нам приходится преодолевать, чтобы от одного города к другому добраться. Так что я когда понимаю, что у вас уже за такой короткий период времени там достигнута территория Урала, тогда как очень многие сети медленно шли в ту сторону, это, конечно, всегда поражает. Еще один из вопросов, который, так или иначе, мы задаем всем, касаемо онлайна, чижик и онлайн. Какие в этом плане направления, мысли и планы действий? – Мы в этом году проводили, так скажем, тестовые продажи через этот канал. Нам он очень интересен, мы понимаем, что за этим будущее. Но стратегия чижика заключается в том, что мы должны быть лидерами по издержкам, для того, чтобы быть лидерами по цене. И, соответственно, мы ищем пути, как, так скажем, не просто продавать в онлайн, но сделать это сразу с первых шагов прибыльно. Поэтому следующим годом мы продолжим поиск бизнес-моделя для продажи в онлайне. – То есть, как бы, эта задача для вас ключевая? – Да, это очень важная задача. – Так было интересно понимать, что… Ну, вот мы как раз, когда с коллегами, которые дискаунтер-форматы развивают, общаемся, они как раз говорят, нет, онлайн – это не про нас. То есть, вы здесь видите явно перспективы роста. – Мы не знаем на сегодняшний момент на 100%, как это реализовать, но мы понимаем, что это очень важно. – И давайте уже в завершение нашего экспресс-интервью поговорим о том, что-таки ключевые задачи, которые вы ставите перед командой и, соответственно, также перед партнерами, чтобы достигать тех задач, которые сейчас ставите. – У нас очень простые задачи. Нам надо открывать магазины высокого качества, в достойных локациях, безумно высокими темпами. Нам необходимо увеличивать портфель собственных торговых марок. И все эти собственные торговые марки, все эти продукты должны соответствовать тому высокому уровню качества, что мы задали. Нам нужна команда людей, которая будет разделять философию, идеологию, так скажем, и нашего формата, и нашего проекта. И вот, когда мы все эти задачи выполним, у нас получится сеть федерального уровня, которую, надеюсь, будут любить потребители. – А сколько сейчас уже с вами сотрудников работает? – Вы знаете, мы растем такими темпами. Вот я сегодня утром проснулся и в телеграм-чате узнал о том, что мы открыли сегодня с утра 24 или 25 магазинов. То есть они были открыты еще до момента, как я в руки взял телефон, потому что они открываются на территориях, где другие часовые пояса. – 24 месяца? – Да, поэтому, сколько у нас на сегодняшний день работают люди, очень сложно. Но это несколько тысяч человек, 4-5, и количество растет, потому что мы открываем постоянно новые склады, новые магазины. В следующем году будет массовое открытие регионов. Поэтому с этой точки зрения у нас каждый день разные цифры. – Ну да, конечно, когда так динамично идет развитие. Илья, спасибо большое. Будем наблюдать, как у вас те амбициозные планы, которые вы перед собой и перед командой ставите, вы реализовываете. Всегда здорово понимать, что есть конкретная стратегия, которая реально реализовывается. Спасибо. – Спасибо. До свидания. – Х5 Диалог продолжает свою работу. Смотрите наши видео и делитесь информацией с вашими коллегами. Субтитры сделал DimaTorzok